ПАУК ПАУК Как утверждал Дарвин, ключевой фактор выживания вида – его способность к адаптации. А по части адаптации – пауки-мастера. Они живут вокруг нас повсюду. Пока идентифицировано 42 тысячи видов пауков. Посмотрите внимательно. Вот они в наших домах, в наших садах. Им покорилось большинство ареалов обитания. Они встречаются высоко в горах, на далеких островах. Но так далеко идти не обязательно. Где бы вы ни были, поблизости всегда есть паук. Пауки покорили почти всю Землю. Они приспосабливаются, меняются, размножаются. Считанное количество арахнологов в мире могут идентифицировать новые виды пауков. Один из них – доктор Кристина Ролард. Она заведует необыкновенной коллекцией Музея естествознания в Париже, продолжая добавлять в нее новые экспонаты. Она считает, что науке еще предстоит открыть тысячи разных видов пауков. В таком поле годовая плотность составляет примерно 200 пауков на квадратный метр. И это очень много. Но в большинстве своем они такие крохотные, что их не увидишь. Чтобы найти их, мы применяем самые разные технологии. Неоткрытых видов много, мы каждый день их находим. И открывая новые виды, мы получаем новые образы жизни для наблюдения, что обогащает наши знания о пауках. 200 пауков на квадратный метр. Возможно, в одном этом пучке травы их дюжина. Чтобы их увидеть, надо изменить масштаб и войти в мир, где кузнечик кажется размером со слона, ведь величина большинства из них не превышает нескольких миллиметров. Как же им удалось сколонизировать планету вплоть до маленькой травинки? Как они здесь оказались? В детстве их переносят воздушные потоки. Они пользуются воздушным рассеиванием, составляют часть воздушного планктона. Паучата выпускают крошечную нить из задней части тела, поднимают лапки и взмывают ввысь, подхваченные любым, даже самым слабым ветерком. Так они и распространяются. И они есть повсюду, на всех континентах, кроме двух полюсов. В зависимости от того, что уготовила им судьба, пауки путешествуют на дальние расстояния, преодолевая тысячи километров в потоке воздуха. Были даже случаи, когда контрольные воздушные шары, оснащенные для взятия проб воздуха, снимали их на высоте более четырех тысяч метров. Бывает, что на том конце пути их ждет новая земля, которую пауки колонизируют. Христина Ролард внимательно высматривает этих случайных путешественников. Бывает, что пауки сидят на стволе дерева, под корой, между ветвями, в листве, даже высоко в кроне. Когда дело доходит до подсчета пауков, нужно искать везде. Ведь если пауки без проблем выживали все это время, то лишь потому, что они умеют адаптироваться. А еще благодаря одному подарку, преподнесенному эволюцией. Шелку. Шелк – прочный материал, производимый в режиме реального времени. Позволяет паукам делать коконы, опутывать жертву и плести паутину. В своей лаборатории на крыше при Оксфордском университете Крис Холланд пытается разгадать тайны этого чудесного материала. Он изучает пауков-нефила, тропических пауков, которые, как известно, плетут огромные паутины. А еще они обладают зверским аппетитом. Пауки, которых вы тут видите, нетравоядные. Они кормятся мухами, это их любимая пища. А вот так мы их кормим. Паучий шелк – необыкновенный материал. Паукам удается сплести паутину, способную выдержать их собственный вес и погасить всю энергию удара насекомого, летящего на большой скорости. И это при том, что в ней используются нити, которые в 30 раз тоньше человеческого волоса. Этот материал удивительный не только для паука, но и для человека. Он превосходит все наши синтетические полимеры. Для изучения этого материала Крис Холланд обездвиживает пауков, не причиняя им вреда, и вытягивает из них шелк до 30 метров за раз. Пауки примечательны тем, что в отличие от многих животных, которым приходится искать стройматериалы для гнезд и домов в окружающей среде, скажем, птицы ищут веточки для строительства гнезд, пауки умудряются хранить много стройматериалов внутри своего тела. Вы увидите, что внутри этого паука достаточно материала, чтобы сплести три цельные паутины. Неспреденный шелк хранится в пауке в виде некоего белкового супа, плавающего беспорядочно. Но как только этот суп протягивается через железу особой формы, имеющейся у него в организме, он почти сразу же претерпевает изменения. Выходя из тела паука, шелк меняет свое состояние, становясь твердым. Шелк состоит из белков двух типов. Длинных белков, идеально выстраиваемых предением для придания крепости, и других белков, связанных хаотично для придания эластичности. В пересчете на вес паучий шелк крепче стали и прочнее кевлара. У паука несколько шелкоотделительных желез. Это позволяет ему менять свойства производимого шелка. Крепость, плотность и диаметр. В зависимости от потребностей. Плетение паутин очень сложная и тщательно срежиссированная операция. Из нити, вытягиваемых первыми, плетется звезда. Она образует основную опору, создаваемую из самого прочного шелка. Затем делается временный каркас из центра паутины к внешним краям. И тут качество шелка меняется. Паук возвращается в центр, выпуская очень липкий эластичный шелк. Походу он проглатывает временный каркас. Смертельное оружие этой ловушки – липкий шелк. Под электронным микроскопом можно увидеть ряд жемчужинок, образующихся при контакте с влагой в воздухе. Это крошечные капельки клея. Чтобы не попасться в собственную паутину, паук покрывает кончики своих лап чем-то вроде воска, который не липнет к этому клею. Рано утром по каплям росы угадывается идеальная геометрия этих структур. Но их формы не случайны. Томас Хессельберг, еще один ученый из Оксфордской группы по изучению шелка, отправляет объекты своего исследования работать в специальные рамки, тщательно расставленные на полках его лаборатории. Он изучает, как паучьи паутины выдерживают стихии природы. Если дует сильный ветер, паук обычно вообще не плетет паутину. Если ветер не сильный, паук плетет специально адаптированную паутину. Она меньше, плетет он ее не так долго, и ветер, скорее всего, ее не порвет. Исследователь помещает паука на паутину в университетской аэродинамической трубе и постепенно увеличивает скорость ветра. Круглая форма – преимущество, потому что силы равномерно распределяются по всей поверхности паутины. Но лишь в известной мере. Если ветер такой сильный, что паук рискует лишиться шелка, паук снимает паутину, одновременно перерабатывая белки шелка, чтобы использовать их вновь, когда он решит сплести паутину в следующий раз. Паук перерабатывает шелк, съедая свою паутину, а заодно поглощает всю позабытую мелкую добычу. Как правило, паук уничтожает и восстанавливает свою паутину раз или два в сутки. Паутины бывают самых разнообразных, изощренных форм. Есть много разных структур, настоящих чудес инженериев. Именно благодаря этому паукам удалось колонизировать самые разные ареалы обитания, в том числе наши дома. Кристин Реллард находит объекты своего исследования не только на природе. Подвалы и чердаки тоже их излюбленные места. Это редко посещаемое помещение, где на паутине скапливается пыль, придающая им мрачный и зловещий вид. Еще это царство паука, которое вырастает размером с руку и является воплощением всех наших страхов и тревог. Многие думают, что все пауки плетут паутину геометрической формы. Это не так. Вот паутина в форме листа с воронкой. Такую плетут домовые пауки, которые обычно встречаются в наших домах. Обладающие особым строением и волосатым тельцем, домовые пауки пользуются дурной славой. Именно их несправедливо обвиняют в том, что по ночам они кусают людей. На самом же деле, домовые пауки безобидны для человека. Однако, легенда жива. Вот еще одна интересная паутина, сплетенная пауком, которая часто встречается в наших домах, приливным дезовым пауком. Одна часть его геометрической паутины сплетена без спиралей. Паук ждет в укрытии неподалеку, и оно соединено с центром паутины сигнальной нити. Когда жертва попадается в паутину, паук реагирует, как рыбак, у которого клюнула рыба, мчится в центр паутины. Паутина одного из самых необычных в мире видов пауков встречается на живых изгородях в наших садах. Но чтобы ее увидеть, вам сначала надо ее найти. Она не больше половинки рисового зернышка. Вот, пожалуйста. У этого паука характерная ловушка. Он плетет треугольную паутину, становясь мостом между веткой живой изгороди и натянутой нитью, которая держит треугольник. Когда жертва залетает в паутину, паук ослабляет натянутую нить, и добыча запутывается в шелке. в фильме «Де сло». Еще пауки охотятся друг на друга, а не каннибалы. Их добыча ядовита, а потому приближаться к ней опасно. Есть паук, который охотится на расстоянии. Шипящий паук. Он не плетет паутину, а накидывает ее на добычу. Роберта Сутера, профессора из колледжа Вассера, расположенного близ Нью-Йорка, восхищают эти пауки и их выдающаяся техника охоты. Сложнее всего поместить этого паука прямо перед шипящим пауком. Вот так. Вот. Нет, вы ничего бы и не увидели. Он ведь бросает сеть очень быстро, за 35 миллисекунд. Невооруженным глазом такое молниеносное движение не увидишь. Чтобы его заметить, Роберт Сутер разработал уникальную систему, позволяющую ему снимать на очень высоких скоростях. Шипящего паука обездвижили, поместив на предметное стекло и осветили мощным лучом света. Чтобы хорошенько рассмотреть, как молниеносно вылетает его слюна, надо снимать со скоростью где-то 2000 кадров в секунду. В ходе эволюции ядовитые зубы этого паука превратились в пушку, стреляющую шелком и движущуюся взад-вперед с еще не виданной для живого существа быстротой. Тут видно, как ядовитые зубы шипящего паука совершают примерно тысячу движений вперед-назад в секунду. Такие движения не могут осуществляться мышцами, по крайней мере, напрямую, ведь мышцы так быстро не сокращаются. Но могут осуществляться стремительно вытекающей жидкостью. То же самое происходит, если включить воду и отпустить шланг. Он будет ходить взад-вперед. Тело этого паука претерпело существенные изменения, чтобы такая техника охоты стала осуществима. Пауки только этого вида обладают дополнительной шелкоотделительной железой. Эта объемная железа у них на голове придает им лукообразный вид. Используя другую систему, Роберт Сутер обнаружил, что шелк шипящего паука обладает еще одним, еще более удивительным свойством. В ходе этого эксперимента паук должен плюнуть на две проволоки. Когда он их обернет, мы увидим, обладает ли шелк новым свойством сокращаться. Если да, проволоку притянет друг к другу. Это оказывает влияние на ту добычу, на которую плюнул паук. Шелк сокращается, и жертва не может шелохнуться. Неплохая система. Бросающий свою шелковую сеть со скоростью 100 км в час, шипящий паук поразительный ночной охотник. Но шанс повстречаться с ним мало. Днем он прячется под камнями, где хищники его наверняка не достанут. для пауков некоторых видов прятаться как можно дольше высокоэффективная техника охоты. Охота из засады вопрос не паутины, а терпения. На юге Франции Кристин Ролард ищет пауков-ктинизидов, знатоков маскировки. Многие считают, что пауки-ктинизиды встречаются только в тротыках. В действительности же они обитают в теплых районах по всему миру. Возможно, даже у вас во дворе. Но они неприметны и очень хорошо замаскированы в своем реале обитания. Вот вход в нору паука-ктинизидов. Он закрыт шелковой крышкой с большим количеством разнообразных растений на ней. Во время охоты паук приоткрывает крышку и ждет прямо позади нее, когда мимо проходящая жертва окажется в пределах досягаемости. У этих подземных укрытий гораздо более сложная структура, чем кажется на первый взгляд. Эти пауки способны вырыть идеально круглую нору глубиной более 20 сантиметров. Когда становится слишком жарко, пауки-птицееды и пауки-ктинизиды сооружают вторую дверь, защищающую их от жары и хищников. И почти все свободное от охоты время пауки-ктинизиды проводят за этой шелковой дверью. Другие пауки из Азии усовершенствовали эту технику охоты. Они плетут шелковые растяжки. Эти нити соединены с лапкой паука. Все, что ему остается делать, это ждать, когда жертва пошевелит нить. А ближе к дому встречаются другие чемпионы по охоте из засады. Пауки-крабы, живущие в цветах в наших садах. Некоторые из этих пауков даже могут менять окрас за несколько часов, сливаясь с цветком. А затем ждут, не шевеляясь, когда жертва окажется в пределах досягаемости. На цветке все сложнее. Бывает, что жертва крупнее хищника. Но у паука есть мощное оружие, играющее ключевую роль в его успехе. Яд. Паук-краб вводит в бабочку нейротоксин, парализующий ее за считанные секунды. Яд впрыскивается через ядовитые зубы, пару похожих на крюки отростков возле ротового отверстия паука. Как правило, яд безвреден для людей, но смертелен для многих насекомых. Вообще, он запускает удивительный процесс. Внешнее пищеварение. Поступая в организм жертву вместе со слюной, яд превращает ее тело в жидкость, позволяя пауку высасывать пищу без необходимости жевать. Это еще одна особенность пауков, обусловливающая их успех. Паук-серебрянка, встречающийся в болотах, единственный паук, ведущий исключительно водный образ жизни. Эволюция не зашла так далеко, чтобы одарить его жабрами. Вместо этого он выискивает пузырьки воздуха на поверхности, ловя и удерживая их благодаря плотному слою волосков у него на брюшке. Он создает свой водолазный колокол. Что еще удивительное, паук плетет подводную паутину и наполняет ее воздухом, но не для охоты, а для создания водолазного колокола. паук обладает столь действенным ядом, что может охотиться на рыб. поймав жертву, он тащит ее назад к колоколу, где яд подействует, не будучи разбавленным водой. Паук-серебрянка единственный в своем роде. Но в наших полях обитают представители одного из крупнейших семейств пауков. В него входит более пяти тысяч особей. Это пауки-скакуны. Их чрезмерно большие глаза не оставляют сомнений относительно их специализации. Добычу они выслеживают. Они обладают одними из самых совершенных глаз в мире пауков. Элизабет Джейкоб из Массачусетского университета пытается разобраться в характеристиках столь хорошо развитого зрения. Вместе со своим помощником она подготовила эксперимент, чтобы проверить, различают ли пауки-скакуны цвета. Они поместили цветные палочки на лугу с небольшим гнездовьем сверху. Она убеждается в том, что пауки устроились, построили гнездо. А теперь мы извлечем паука из гнезда и поместим его рядом с палочкой, которую он никогда раньше не видел. Сейчас мы проверим этого паука при помощи новой палочки. Ползет кверху пузырька. Осматривается и движется к палочке. Теперь перед пауком новая палочка. Он не может рассчитывать на химические следы, которые он оставил бы для определения местонахождения своего гнезда. Это означает, что ему надо воспользоваться другим органом чувств, чтобы сориентироваться. Похоже, паук узнает этот цвет. В своей лаборатории Элизабет Джейкоб пытается выяснить, как у паука размером всего несколько миллиметров может быть такое детальное и точное зрение. У пауков скакунов и впрямь превосходное зрение. У них лучшее зрение из всех сухопутных беспозвоночных и они пользуются им для разных целей. В частности, во время охоты. Они охотятся как кошки. Завидев жертву, они выслеживают ее точно так же, как кошка выслеживает мышь. Пригибаются, подкрадываются к добыче и прыгают на нее. Пауки скакуны не просто прыгают на несколько сантиметров. Их высокоточное зрение позволяет им выполнять невероятные акробатические трюки. У пауков скакунов восемь глаз. Главные, самые большие глаза расположены спереди на голове. У них особая функция с их помощью очень хорошо разглядывать отдельные детали. Еще в лаборатории мы пытаемся выяснить, как разные глаза функционируют вместе. Техника у нас простая. Мы просто закрашиваем разные пары глаз. Сейчас Скай закрашивает главные глаза. Заметно, что он видит, где находится жертва. Это потому, что побочные глаза у него открыты. Он видит, что происходит сбоку и сзади от него. Еще пара побочных глаз. Они тоже открыты. Есть у него на передней части головы, но, похоже, он не распознает жертву. Он знает, где добыча, но пятится. Видимо, не понимает, что это такое. У главных глаз очень необычное строение. Хрусталик в них неподвижный. Он у паука выступает. А сетчатка крошечная, и расположена она в конце длинной трубки. И эта сетчатка помогает им разглядывать детали. В ней много клеток, позволяющих чувствовать свет. Но она очень маленькая, поэтому в каждый отрезок времени паук видит лишь небольшое пространство впереди себя. Примечательно же то, что сетчатка движется по кругу внутри глаза паука. Вся трубка внутри головы паука ходит, и паук, хоть он и сидит, не шевеляясь, смотрит из стороны в сторону, как это делаем мы. В случае с пауками с коконами дело уже не столько в зрачках, сколько в глазных трубках. Мышцы, окружающие эти трубки, позволяют им двигаться. Их глаза важнейшее орудие охоты. Наступает ночь, но это не означает, что охота прекращается. Чтобы им не пришлось конкурировать с грозными пауками с коконами, эволюция одарила некоторые виды пауков-волков ночным зрением. Освещая головным фонариком траву в поле, Роберт Сутер видит глаза пауков-волков, светящиеся в темноте, словно кошачьи глаза. Дело в том, что когда свет поступает на глаз паука, он, первое, взаимодействует с фоторецептором в глазу, и второе, отражается от маленького, похожего на зеркало, устройства в глазу. И вновь взаимодействует с фоторецептором. Так что он имеет вторую chance с фоторецептором. Свет всегда отражается от глаз оленей, собак, кошек. В ходе эволюции был придуман способ улучшить зрение ночных млекопитающих. Точно так же было улучшено зрение пауков-волков. Пауки-волки, пауки-скакуны исключение, подтверждающее правило. У большинства пауков зрение слабое. Пауки воспринимают внешнюю среду в основном посредством вибраций. Их лапки покрыты органами чувств, различными щетинками, улавливающими вибрации. Пауки не обладают системой слуха, но волоски у них на лапках это чрезвычайно чувствительный рецептор. Они столь чувствительны, что улавливают малейшие колебания в воздухе, создаваемые крыльями насекомых. Вся система общения пауков основана этой способности воспринимать звуки и вибрации, недоступные человеческому уху. Листовой опад это среда обитания для пауков. А еще средство уловить вибрации, создаваемые жертвой. Но пауки также используют вибрации для общения с партнерами. для некоторых видов эти движения и вибрации необходимая составляющая ухаживания. Сигналы недоступны даже слуху ученого. Джордж Уэтс из университета Цинциннати специализируется на общении пауков. Он изучает один вид пауков-волков, которые, как правило, встречаются в Северной Америке. Более 20 лет он пытается расшифровать их чрезвычайно сложный язык тела. Самка паука оставила на этом листке шелк с химическими метками, которые стимулируют ухаживание самца. Я воспользуюсь лазерным виброметром, очень чувствительным записывающим инструментом. Им я запишу звуки, которые раздадутся на листе, когда на нем окажется паук. Он должен начать ухаживание в ответ на шелк, оставленный на листе. Самец использует сухой лист как барабан. Надеюсь, что самка услышит его зов. он использует весь вес своего тела, чтобы издавать как можно более мощные звуки. Сигналы вибрации могут нести много информации о самце. Эту информацию оценивает самка. Скажем, амплитуда и частота сейсмического сигнала, проходящего через основу, могут помочь самке оценить размер самца, продолжительность сигнала и частоту импульсов этого сигнала. Все это говорит об энергичности и о здоровье самца. анализируя все это и просматривая видео, мы видим, что визуальные сигналы и сигналы вибрации производятся одновременно. Как следствие, эти многомодальные сигналы обеспечивают очень действенное и довольно эффектное зрелище. Очень эффективно для привлечения внимания самки. Но как расшифровать эти сигналы? Другой исследователь Дэйв Кларк обнаружил, что паук-волк реагирует на паука на экране так же, как на настоящего паука. Здорово, что у пауков-скокунов и пауков-волков такое превосходное зрение. Сегодня мы будем показывать им разных самцов, которым предложим различные стимулы. Например, увеличим территорию. В этом ролике мы можем поменять поведение паука, увеличив его скорость на экране, изменив частоту его движений, некоторые другие аспекты. Передние лапки этих пауков созданы созданы для визуальной коммуникации. Они покрыты длинными волосками, действующими как флаги. Виртуальный самец начинает брачное представление. Наш самец ему вторит. Он пытается его превзойти, чтобы привлечь внимание гипотетической самки. Такое копирование уникальное для беспозвоночных поведения. Роль визуального представления невероятно важна для ухаживания. Его используют для распознавания видов, для привлечения партнеров с дальнего расстояния. А наши пауки-волки, обладающие исключительно острым зрением, живущие в очень сложном ареале обитания, в листовом опаде, наверное, используют его, чтобы привлечь внимание самок и выделиться на фоне окружающей среды. Эволюция не обошла стороной и самцов. Их семенники не соединены с репродуктивным органом. Самец выделяет капли спермы на небольшую паутину, а затем наполняет свои копулятивные органы, маленькие лапки на передней части тела. Спаривание очень рискованная игра с одним простым правилом. спаривайся так, чтобы тебя не съели. Некоторые развлекают самку, водя вокруг нее хоровод и осмотрительно обматывая ее шелковой нитью. Больше всех рискует золотой паук кругопряд. Разница в размере между самцом и самкой огромна. И самец может подойти к самке только тогда, когда та занята поглощением добычи. Он подходит медленно и осмотрительно. Сложнее всего добраться до ее брюшка, не став ее обедом. В итоге самцу остается лишь ввести педипальбе. В этот раз самцу удается убежать в добром здравии. И все же, когда дело сделано и опасность позади, этот самец не может устоять перед искушением как следует пообедать. золотое правило паучьих пар не злоупотребляя гостеприимством. В какой-то момент после спаривания самка откладывает яйца. И вновь эволюция придумала изощренные стратегии. Некоторые пауки используют умение прясть, чтобы обеспечить своему потомству выживание долгое холодное зимой. Многие виды живут лишь год. те, которые откладывают яйца осенью, например, это аргиопа трехполосная, вот ее кокон, защищают свои яйца, держая их в тепле, чтобы те благополучные пережили зиму, когда температура часто сильно опускается. Он очень прочный, и температура снаружи существенно отличается от температуры внутри благодаря этим слоям шелка. Чтобы построить такие высокотехнологичные ясли, самка аргиопа трехполосная разработала сложную технику. Сначала она откладывает яйца под куполом из шелка, потом оборачивает свое висящее сокровище в несколько слоев шелка, и у каждого своя особая функция. Первый слой удерживает яйца на месте. Дальше паук вырабатывает очень легкий мягкий шелк. Когда паучата появятся на свет, этот слой послужит им камерой, в которой они проведут первые недели жизни, которые будут защищены от холодов. Кокон сплетен, и мать паучиха покрывает его жесткой оболочкой из шелка. Наконец, чтобы спрятать свое творение и уберечь его от хищников, она покрывает кокон слоем коричневой маскировки. На создание этого маленького сокровища у аргиопы трехполосной ушло восемь часов. Измотанная работой паучиха скоро умрет, но ее потомство теперь гарантирована жизнь. Вообще они куда больше рассчитывают на собственные инновации, чем на массовое вторжение. Высокоэффективные инновации сделали их лучшими регуляторами численности насекомых. Гораздо лучшими, чем птицы. Каждый год одни только пауки ловят более 400 миллионов насекомых на площади квадратный километр. их роль в экологии чрезвычайно важна. И все же пауки, похоже, никак не могут избавиться от своей дурной славы. Мы должны научиться смотреть на них без страха, воспринимая их как превосходные образцы для подражания. И главный урок, который они готовы нам преподать, можно выразить одним словом адаптация. Программа озвучена студией АРК-ТВ. Текст читал Игорь Тарадайкин.